Приветствую вас, я прочитал ваш вопрос и свой ответ я, наверное, разобью на две части. Итак, первая часть будет касаться ваших взаимоотношений с матерью, а вторая часть будет касаться, наверное, лично вас. Значит, начать первую часть своего ответа я бы хотел с цитаты небольшой вашего сообщения, где вы пишете, я отдаю себе в том отчет, что это уже деградировавший человек, совершенно не моего уровня интеллекта. А здесь кроется немаловажная тонкость. Вы говорите, что это деградировавший человек, совершенно не вашего уровня интеллекта. То есть у вас есть потребность человека принизить. Здесь действует механизм принижения, защитный механизм принижения. Давайте на секундочку представим себе, что она не деградировавший человек. Она человек вашего уровня интеллекта, потому что вы позволяете себе включаться в эмоциональную борьбу с ней, позволяете ей взаимодействовать с собой, а себе с ней. То есть у нее получается, вами манипулировать, если она действительно ведет себя, как вы говорите, мученица. И вот здесь момент в том, как вы ее воспринимаете. Помимо того, что вы принижаете этого человека, помимо этого, как еще вы ее видите? Понимаете ли вы, почему она такая? Понимаете ли вы, как она стала такой? Кто вам сказал, что она нарцисс? Может быть, она нарцисс, вот так вот, как она себя не ведет, так себя ведет скорее всего. Люди неуверенны в себе, трусливые, иногда всем дозависливые, негордые, но не нарциссы. Нарциссы – это властные, авторитетные люди. А то, что говорите вы, это... Если вы говорите, что она никогда не была способна поддержку, всегда наставляла меня соответствовать ее требованиям. Это, опять же, необязательное проявление нарциссизма, а, возможно, она так старалась дать вам то, что, по ее мнению, обеспечивало бы вам безбедное будущее и счастье, так, как она это понимала. И понимает, возможно, до сих пор. То есть, не нужно здесь спешить с выводами. Вот. Но, в любом случае, как вы ее воспринимаете? Вот как человек, помимо того, что она нарцисс, помимо того, что она деградировавший человек, то есть, понимаете, и нарциссизм, по вашему мнению, и ее уровень интеллекта, по вашему мнению, все это субъективное восприятие, все это попытка отнести человека к определенной категории, повесить на него ярлык, чтобы, ну, как бы, структурировать свое отношение к нему. То есть, я, говорите вы себе, обращаюсь с ней так, потому что она, вот, например, такая, да, нацист. Или я обращаюсь с ней так, потому что она, собственно, деградировавший человек. А если это все убрано, что останется? Останется человек со своими мотивами, со своей историей, со своей жизнью, со своими удачами, неудачами, со своими плюсами и минусами и так далее. Со своей обусловленностью, такого отношения к вам, со своей жизненной позицией, которую вы сейчас демонизируете, потому что вы находитесь в позиции ребенка по отношению к ней. Вы находитесь в позиции ребенка по отношению к ней. И вы выбрали самый легкий способ защиты через нападение. Но вопрос, отчего защищаться вам сейчас? И нужно ли вообще защищаться вам сейчас? Если в детстве вы, может быть, и нуждались в защите от нее, то сейчас, я полагаю, нет. То есть защита нужна там, где есть угроза. А какая угроза? Угроза чего может быть старшей женщины? А вам, взрослому человеку. Вот непонятно, защита от чего. То есть вот здесь, я полагаю, что и проработка детских обид. То есть, выправление этих самых обид. Понимание, почему человек поступал так, а не иначе. Значит, определение того, что вас задевали эти самые обиды. Смещение акцента с себя, аноним, в контексте отношения вашей мамы на нее. То есть она ведет диалог не с вами. Она хочет причинить боль и как-то причинить вам негатив. Не потому, что вы такая. Не потому, что она имеет претензии к вам. Не потому, что у нее предзяты отношения к вам. У нее предзяты отношения, в первую очередь, к себе. И через вас она пытается это как-то купировать в силу того, что человек сам не справляется. Конечно, это только ориентир своего рода. Но этот ориентир, если вы будете его использовать, поможет вам отойти от того восприятия своей матери, какой у вас есть сейчас. Еще раз повторю, защита, о которой вы говорите, нужна только в том случае, если есть угроза. Если есть угроза, есть страх. Если есть страх, соответственно, есть что-то нежелательное, связанное, например, с вашей мамой. Вопрос в том, иллюзорное это или реальное, если иллюзорное, то иллюзорное, и нужно развеять. Если реальное, то подкорректировать свое поведение. Далее. Вторая часть моего ответа будет связана с лично вами. И касаться она будет того, что, ну вот вы говорите довольно-таки очевидные вещи, что, мол, я стараюсь вести общение с ней на нет, но она все надванивает, заставляет с ней общаться, истерит, если я не беру трубку. Теперь она приехала в гости ко мне, и я просто не могу ее терпеть. Вот, уважаемая на нет. Если вы не любите свою маму, если вы не хотите с ней общаться, как вас, взрослого человека, она может заставить это делать? Как она может приехать к вам в гости, если вы не хотите ее видеть? Либо вы не имеете и не можете правильно себя с ней поставить, либо вы не соблюдаете личных границ, либо вы целенаправленно пребываете в этой позиции своего рода жертвой, тогда как ваш мам – это сирант, и не желаете брать на себя ответственность за свою жизнь и за свое душевное спокойствие. И тогда, соответственно, к вам подникает вопрос, а кто виноват в том, что так происходит? Даже не виноват. Кто ответственен за то, что так происходит? Ваша мама, мама такая была всегда, и ей нужно общение с вами, потому что она старый человек, и, видимо, друзей у нее не так много. Это вы позволяете ей себе звонить на звание, вы позволяете ей приезжать в гости, а потом вы говорите, что вы не можете ее терпеть. То есть вы вначале допустили ситуацию негативную для себя, а потом переживаете по поводу того, что ваша мама в этой ситуации ведет себя именно так, как она ведет себя всегда. Но она-то нормально себя ведет, потому что ее там все устраивает. Она-то получает то, что хочет, а вы почему-то вступаете в конфликт с собой. Вам вроде бы не хочется ее видеть, но в то же время вы почему-то позволяете вводить себя с ней в диалог. Вам вроде бы не хочется ее видеть, но вы почему-то позволяете приехать к ней в гости и принимаете ее в гостях. Казалось бы, если вам не нравится, то, что ваша мама с вами, и она приехала в гости, ну, оплатите ей дорогу обратно, в конце концов, если уж она приехала. То есть как бы, не хотите ее видеть, скажите, мама, я прости, я не хочу, как бы, чтобы ты была у меня дома, у меня в гостях. Я оплачиваю тебе дорогу, пожалуйста, уезжай. И все. Да, жестко. Да, она, можно, начнет истерику, но, это ее право. Это ее уже ответственность, но если вам не нравится, ведь понимаете как? Я запускаю, что вам человек неприятен. И он действительно вам неприятен. Даже если вы отпустите обиды на нее, даже если вы пронаботаете все обиды и перестанете, например, на нее там злиться и так далее, то все равно вам этот человек неприятен. И вы его не можете простить именно потому, что он все время с вами. Она все время признает вам негатив. Но дело не в ней, а в вас. Вы позволяете это делать. И пока вы будете обвинять ее в том, что с вами происходит, вы не сможете ее простить. Потому что не она ответственна за то, что происходит в вашей жизни сейчас, а вы. Вы ответственны за то, что вы ее терпите. Вы ответственны за то, что она вам допущает своим общением. Не она, а вы. Вы позволяете ее. И до тех пор, пока вы не установите личный границ, и не скажете, например, что мама, мы с тобой общаемся, там, например, раз в неделю, и не больше, и не приучите волевым поведением ее к этому, до тех пор, пока вы не устанавливаете границы свои, для нее все так и будет происходить. И естественно, когда раз нарушая ваши границы, она будет вызывать у вас негатив, ненависть и так далее. По поводу ненависти хочется отдельно сказать, что ненависть – это всегда демонизация. А демонизация – это всегда приписывание человеку тех качеств, которые либо по нашему мнению должны у него быть, но их нет. и мы переживаем фрустрацию по поводу неоправданных ожиданий, либо мы видим в человеке то, чего нет у нас, и из-за этого его ненавидим. Либо мы проектируем что-то на него, что-то свое. Какие-то свои страхи и так далее, и так далее, и так далее. Вы говорите, что ваша мама никогда вас не поддерживала. Вопрос «А могла ли?» Вопрос «А должна ли?» Вся ваша позиция основывается на требованиях каких-то к ней, но почему вы требуете чего-то от нее? Могла ли она удовлетворить ваши требования? Можете говорить «Да, могла ли», у нее были возможности. Это вы так считаете? Если она этого не делала, значит не могла. а то, что говорите «вы», это уже ваше ожидание. То есть, иными словами, это ваша граница. Это ваша граница. Граница вашей ответственности, как бы. Так вот, и возникает вопрос. Смысл требовать от человека того, чего дать он вам не может, очевидно. и из-за этого испытывать негатив и сжигать себя ненавистью. Ведь ненавидите вы не реальную маму свою, а дух ту маму, которую вы представляете в своем сознании на основе реальной. Реального человека вы не видите, а обещаетесь на образ. образ, который должен был вам дать то, что вы хотите. Опять же, образ это нереальный человек. И я рекомендую вам смотреть именно на реального человека и воспринимать вашу маму именно как реального человека. Тогда вам многие вещи станут понятны. на этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку буду помочь. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Добавил субтитры